Привет, друзья! Сегодня будем говорить о самой интересной, наверное, и самой сильной на данный момент колоде с агентом Веномом, по крайней мере, из моей коллекции. У меня почти 5000 уровень коллекции. Вот из моей карты вот эта самая сильная и эффективная колода с агентом Веномом, то, что я смог собрать. Но прежде чем мы о ней поговорим, я хотел бы вас пригласить подписаться к себе на телеграм-канал, чтобы принимать участие в конкурсах, в турнирах, чтобы быть в курсе всех новостей, принимать участие в жизни моего канала и знать, так сказать, когда стримы, что будет на стриме, также принимать участие в различных опросах о том, что вы хотите видеть на стриме и так далее, друзья. Ссылочка в описании, ну и ссылочка на Twitch тоже есть в описании. Но мы возвращаемся к нашему агенту Веному, и это Тена плюс агент Веном. Вот эта сборка пока что самая эффективная и самая как бы актуальная, которую я смог собрать на данный момент. И у нас первая карта это Баст. У нас тут все карты, смотрите, сколько силы? 4, ну тут понятно, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 4, да, то есть максимально 4. Если у нас, допустим, в руке какие-то карты есть, Баст может их сделать троечками, да, то есть из единичек, из нулевочек можно сделать троечки, троечки останутся троечками, но четверочки станут троечками, это не так страшно, вот. Ну и агент Веном, который точно так же по такому же принципу у нас карты делает четверочками, что также есть очень сильно, у нас больше, чем на 4 силы, карт никаких нету, поэтому с агентом Венома мы ничего не теряем. Получается, через Баст мы апаем руку, через Венома апаем колоду, и все карты у нас получаются апнутые. Китти Прайд, понятно, это карта Must Have под Тену, также под Китти Прайд у нас есть Хобб Саммерс, и она позволяет нам получать дополнительный плюс к мане, и также разгонять Тену. Она была просто такая единичка, которую можно кинуть, если она зашла в начале игры, плюс под Тену тоже единичка, может быть очень полезно, если не зашла Китти Прайд, и она просто себе там где-то лежит и получает свои статы. Агент Веном, понятно, карта, которая из нашей колоды делает все четверочки, а четверочки, это, смотрите, Мистик на 4, это очень сильно, на Железный Человек на 4, это очень сильно, да? То есть это вот основные две карты, которые мы хотим апнуть. Тену на 4 тоже весело, Китти Прайд, Небла, да какую карту не возьми, она станет сильнее, и это уже классно. Айрон Хэрд это такая карта, которую мы хотим играть, наверное, ну, в самый последний момент, просто такая, которая может сделаться на 4 и потом накинуть, допустим, по 2 силы, трем нашим картам, что очень неплохо. Мистикам мы хотим играть либо под Железного Человека, либо под Кло. Вот, только в этих двух ситуациях мы играем Мистикам, и в основном, конечно, под Железного Человека мы хотим его играть, и желательно там где-то к 6 ходу. Вот. Космо, универсальная карта, которая просто как бы нам помогает в различных ситуациях, ну, и просто мы ее кидаем уже по ситуации, если видим, что у соперника есть, допустим, какое-то раскрытие, либо он там будет играть сейчас в раскрытие, то можем это заюзать. Плюс эффективно сыграть, если мы открываемся первые на 6 ходу, допустим, сыграли Железного Человека на 5, на 6 ходу кидаем Мистика в какую-нибудь локацию, и потом кидаем Собаку, чтобы соперник, когда открывается первый, ничего особо не смог сделать на раскрытии. Хоп Саммерс тоже карта под Китти Прайд, да, кидаем Китти Прайд, кидаем Хоп Саммерс, кидаем в нее постоянно Китти Прайд, каждый ход и получаем плюс к энергии. Шанчи это наш такой единственный контроль в данной колоде, да, еще есть Косово, но Шанчи это прям убить какой-то жир. Вот, очень полезная и интересная карта, которая, ну, никогда не может быть лишней. Железный Человек, понятно, наш основной темп, кидаем его, если под тену, то там у нас вообще много статов может получиться, вот, либо потом в какую-нибудь другую локацию, уже смотрим по ситуации. Ну и Кло тоже, если, допустим, не зашел Железный Человек, а Мистика надо как-то разыграть, как-то реализовать, ну, то играем тогда Мистика с Кло. Кло тоже прикольная карта, отдает 8 на локации справа, тоже можно чем-то удивить противника. Вот такая вот, друзья, колода, довольно-таки интересная и веселая. Идем в рейтинг, смотреть, что она может. Так, попался нам сильный игрок. Так, класс, смотрите, играет ли Баста? Я думаю, да. Я думаю, да, почему бы нет, но давайте его сыграем на втором ходу. На этом ходу сыграем просто в броню. Сыграем на втором ходу, посмотрим, что нам еще придет в руку. Кло. Окей, надо было играть на первом, но ладно, уже ничего не поделаешь. Кло у нас получит минус 1, но это не страшно. Его фишка в плюс 8 на правой локации. Зато Мистика Железный Человек по тройке. Играем тоже против агента Венома. Интересно, ну мы зашел агент Веном, нам нет. Но посмотрим. Так, Шанчи пока сейчас не играем. Хоп Саммерс, Хоп Саммерс, Хоп Саммерс. Давайте здесь. Нет Китти Прайд. И вот это может быть проблема. Колода очень любит играть с Китти Прайд. Есть стена. Есть стена. Но надо играть тену. Давайте сюда ее кинем. Чтобы получить плюс 1 к энергии. На пятом у нас будет 6 маны. 6 маны. Ладно, посмотрим, что нам еще зайдет в руку. Так. Да, мы играем абсолютно похожими колонами. Но у него сильнее, потому что вот у него есть Кит Бишоп. У меня ее, к сожалению, нет. 6 ход, 6 ход, 6 ход. Слушайте, ну тут надо играть через Железного Человека. И мы как раз вот благодаря Небуле можем реализовать, сделать Железного Человека с Небулой. Поэтому сделаем, наверное, так. И сделаем вот так. И тогда на следующем ходу сыграем Мистика. Окей, он в центр кидает Железного Человека. Так, посмотрим, что игра нам вытянет. Мистика. Хорошо. Отлично, я бы я сказал. Правда, у него тоже тут же остерок. Хотя бы Мистика играл бы, наверное, все-таки в правой локе. А так будет нам тяжковато. Плюс Шанчи тоже у нас, нам ничем особо не поможет. И две карты мы можем разыграть, если сыграем Шанчи плюс Айрон Херт. Ну, смотрите, клон на самом деле особо смысла нет играть. Да, мы можем получить плюс 8 здесь. Плюс 8 здесь. Плюс тут у нас будет еще 3, 6, 10, 1. Блин, это на 22. То есть тут мы по-любому проигрываем локу, в любом случае. Ну, а так мы сыграем 2 карты еще плюс эта сторона у нас апнется. И он открывается первый. Вряд ли у него какой-то там жир будет, мне кажется. Но в любом случае у нас справа статов тоже не хватает. Блин, нам и так, и так не хватает статов. Нам и так, и так не хватает статов. А в этой колоде жира-то особо никакого-то и нету. Ну, жира-то особо и нету. Есть еще вариант, что Айрон Херт нам даст какую-то силу здесь. Но опять же, такое себе. Ладно, давайте сделаем так. У нас тут будет еще плюс 6. То есть у нас тут будет 22. Нам не хватает, по сути, 6. Да, то есть 3 силы. Блин, ну это тоже слабо. Плюс он тему реализует. Скорее всего, мы это проиграли. Скорее всего, мы это слили. Получить 8 справа, но он туда тоже что-то кинет. Нет, друзья, тут без вариантов. Это ГГ. Это ГГ без вариантов. А, да. Я примерно так и думал, что что-то такое у нас и получится. Да. Примерно это я и видел. Вот, ну сыграл просто, чтобы для полноты картины. Попались на абсолютно такую же колоду. Плюс у него все-таки... Ну, наверное, она чуть-чуть сильнее. Потому что есть какие-то карты 5 серии, которых у меня нет. Да, Кирбиша в частности. Но... Ладно, ладно. Так, тут соперник уже по уровню коллекции немного меньше. Тут есть уже у нас собака в руке. Но опять же, Китти Прайд нам нужна. Без Китти Прайда очень сложно нам играть. Здесь нельзя разыгрывать карты. Вот под... Под Кло. Прям очень хорошая локация. Смотрите, тут тогда мы будем Кло, наверное, кидать. Если он нам, конечно, зайдет. Можно сейчас кинуть Тену на третьем ходу. Нет, давайте Тену с Китти Прайд на третьем ходу кинем. Окей, сила карты с базовой стоимостью 4, 5, 6. 4, 5, 6. Так, ну надо пропускать ход. Жалко, 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 но надо пропускать ход. 4, 5, 6. Да, тут Железный Человеку туда кидать не будем. Я думаю, нам хватит Тены там одной. Тену с Китти Прайд кинем. А, Мэджик помнял. Ну ладно. Не суть. Пускай меняет, но нам Кло пригодится, конечно же. Он у нас есть. Я думаю, тут можно снашнуть. У нас, в принципе, неплохие шансы победить. Неплохие шансы победить. Смотрите, друзья. Можно кинуть Хоб Санмерс. И можно кинуть даже Баста. Он сделает эти карты троечками. Да, то есть тут не страшно, не страшно. Айрон Мэн это хорошо. Китти Прайд тоже сделается троечкой. Плюс тут мэпнемся, да? Давайте так и сделаем, наверное. А, сраный Джанкер. Жалко, он нам засрал плохо. Но мы через Тену будем там статы еще пока что получать. Поэтому не страшно. Так, шестой ход. Кидаем, наверное, все-таки Кло. Плюс Китти Прайд. Да, будем сейчас качать Сену. И в центре будем тоже апаться. Я думаю, нам должно хватить статов. Да, я думаю, я даже снапну. Я даже снапну. Ой-ой-ой-ой-ой, жесть. Жесть, он снапает в ответ. Ну, посмотрим, посмотрим, что он тут сделает. На своем Джанке. А, я ошибся с мистиком. Я должен был второго Кло кидать. И Хазмат еще, да. У него, скорее всего, Люкейдж будет в руке. Я, конечно, да, ошибся с мистиком. Но, с другой стороны, смотрите. Он тут ничего не разыграет. Мы открываемся первыми. Мы кидаем Собаку. Он Хазмата второй раз не разыграет. У нас тут уже есть плюс по всему. И под Собаку. Что мы эффективнее всего можем кинуть? Наверное, все-таки Китти Прайд. Да, троечка. Да. Плюс у нас тут получит Хэла. Ой, Тена. Тут он ничего не сделает. Ну, все. Можно Айрон Хэрд кинуть. Тогда Тена не получит плюс к силе. Хотя он тут и так ничего уже нам не сделает никак. Да, он ничего нам никак не сделает. Хотя по статам... Хотя, ну, тут по статам он так перебьет. Поэтому... Ну, че там у тебя, бро? Че там у тебя, но... Люкейдж. А я ведь знал, что может быть Люкейдж. А могли бы кинуть ЖЧ, да? Все равно бы не хватило бы. Пять дней, могло бы хватить. Тут я и просчитался с Железным... С Люком Кейдж. Да, вот это, пожалуй... Да, мое опущение было. Да. Обидненько, обидненько вышло. Могли бы там, думаю, как-то выиграть. Могли бы там как-то выиграть. Надо было просто его по статам слева перебить. И все, и забить на все остальное. Ну да. Я, если честно, думал, что там либо бол будет, либо, не знаю, какой-нибудь один под хазмат, а что там они носят. Фиг пойми. Блин, плохо. Обидно. Могли там и должны были побеждать. Так, это может быть баунс. Давайте пока Китти Прайд кинем. Отлично, есть и она. Отдаватель нам ему тену. Фиг знает на самом деле. На самом деле фиг знает. Слушайте, давайте, может быть, сыграем пока без тены. Дадим ей и так 3 силы за баста, плюс 3 силы получит у нас Iron Heart дополнительно. Давайте так сыграем. Это баунс, окей. Смотрите, слева он разыгрывать не будет свой баунс, поэтому мы будем играть... Блин, собаку надо было кинуть нойте, она нам тоже нужна сейчас. Снижать силу на 2. Брать копию в руку противника. Ладно, фиг с ним. Сыграем так, потом кинем собаку на 5. Я ему помог с бастом? Окей. Так, агент Веном. Класс. Слушайте, клона может хорошо помочь в той локации слева. Но я бы хотел еще с Теной поиграть. Можно кинуть собаку и Китти Прайт, либо агент Веном. Давайте можно... Блин, один ход агента Венома кидать такое себе. Ну фиг знает. Давайте, ладно. Хотя стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сюда, конечно же, под собаку не будем кидать Венома. Отлично, у него 2 карты не сработают в центре. Да, агент Веном не сработал. И Мистерию не сработало. Окей. Стоп, а как у него Мистерию сработало? А, у него нет... У него не при раскрытии. Окей, у него не при раскрытии. Так. Но тут на самом деле, наверное, Кло. Тут получим еще плюс 8, да? А он тут уже ничего не сделает с этой локой. Либо даже что? Но у нас нет Железного Человека. А может тут кинуть его? Постоянная способность. У нас тогда тут будет 8. Тут мы еще плюс 8 получим. Да, так и сделаем. И тут кидим Китти Прайм. Тут даже можно было бы снапнуть, я думаю. И плевать, что там слева у него будет на баунсе. Мы получим плюс 8. Не, а ему не хватит, мне кажется. Класс, Шанчий. Кого? Ну да. Ну да, друзья. Что и требовалось доказать. Хотя бы в третьей игре выиграли. Колоду прикольно. На ней можно играть. Но я бы не сказал, что Гент Веном прям какая-то сильно имбовая карта. Может быть в топовом баунсе она и лучше себя показывает в тени. Но, к сожалению, для баунса топового мне не хватает парочки карт. Вот. Пишите, что думаете на этот счет. Если вам понравилась колода, ставьте лайк. Пишите в комментариях. Ну и увидимся, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok